Говорит и показывает страна ФМ. В эфирной студии комментаторы Александра Хайрулина. Роман Шахов. И, друзья, у нас замечательный, интереснейший, невероятный гость. Главный тренер хоккейного клуба «Динамо Электросталь». Заслуженный тренер Российской Федерации. Игорь Шишков, ваши аплодисменты. Игорь, добрый день. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, телезрители и радиослушатели. Очень приятно находиться в вашей студии. Использую любую возможность для популяризации нашего видоспорта. Спасибо. Когда говорит «Наш вид спорта», он имеет в виду хоккей на траве и индор-хоккей. Это тоже ваше детище, скажем так. Ну, в общем, грядет очень важное событие. Розыгрыш Кубка европейских чемпионов трофи по хоккей на траве. Со 2 по 5 июня на обновленном поле компании «Политана». Это очень важно. В общем, сойдутся 8 клубов из 7 европейских стран в «Электростале». Все это будет происходить. И сегодня на колене 22 мая. Буквально чуть больше недели остается до этого события грандиозного. Друзья, конечно же, вот вы сейчас немножко, может, расстроены после того, что у нас бронзовая медаль на чемпионате мира по хоккее. Вот есть прекрасная возможность быстренько переключиться на хоккей на траве. Да, взять билет на электричку и приехать в подмосковный город «Электросталь». Потому что в это время очень много транспорта, все едут на дачу, а на электричке сейчас комфортно, великолепно. Вы можете за 50 минут доехать. Да, ну и расценки совсем другие, я так предполагаю. И ведь это впервые в нашей стране такое мероприятие проходит. Ну, впервые в России проходит такой уровень турнир. На уровне сборных мы играли, а вот на уровне клубных нет. Поэтому добро пожаловать, посмотреть и насладиться настоящим зрелищем хоккея. Смогут ли насладиться мужчины игрой женщин на траве? Или играют только мужские сборные? Нет, играют только мужские команды, но девушки с удовольствием приходят, каким ребятам, девчонкам. Слушайте, а если, вот я не знаю, просто не ходил еще ни разу на хоккей на траве, есть ли чирлидеры, выходят девчонки, как принято, не принято? Да, на многих соревнованиях выходят чирлидинг-группы, показывают свое мастерство. Иногда мы тоже используем и приглашаем девушек. Достаточно оригинальное зрелище, нам нравится. Игорь, ну скажите нам, пожалуйста, вот если так совсем представим пока, а люди, которые слабо себе представляют, что такое хоккей на траве, у нас сильная сборная, у нас сильные игроки. Мы можем рассчитывать, ну, хотя бы на бронзу? В клубном турнире в этом, да, мы ставим задачи самые высокие, не ниже серебряных медалей. Отлично, это очень важно. И получить необходимые рейтинговые очки для нашей страны, это примерно так же, как в Лиге чемпионов в футболе. Такая же лига существует и в хоккее на траве. Кстати, ее организатор и такая же голландская компания ProSport. Это коммерческое мероприятие, и мы играем в свою Лигу чемпионов. И вот этот кубок-трофе, это составная часть Лиги чемпионов. Знаете, вот интересная вещь. До эфира нам Игорь рассказал, оказывается, серебряная медаль в хоккее, она гораздо красивее. Бронзовая. Ну, серебряная пополучше, повыше, а вот бронзовая, она очень красивая. Что, в общем, за что? Надо тоже нашим хоккеистам сказать спасибо. А в хоккейной траве так же все происходит? Бронзовая самая красивая медаль? Ну, цвет бронзы, он, ну, это лично, и не только мое мнение, но просто бронзовую медалью всегда завоевать как бы. Финал есть финал. Это автоматическое уже действие. Все работают на автопилоте, а за бронзу нужно биться. И я хочу, пользуясь эфиром, поздравить нашу мужскую сборную по хоккейу с шайбой с завоеванием прекрасных бронзовых медалей. Эти отлив бронзы истинно достойны и золота, и серебра. Ну, а мы, в свою очередь, хотим пожелать нашей сборной в хоккее на траве все-таки победы. Победа непременно. Конечно, мы будем рады любому месту, но очень будем радоваться хорошим таким... Да, Александра, маленькая ремарка. Тойнер будет среди клубных команд, но все равно ваши пожелания для сборной я передам. Спасибо. Вот здесь у нас такой лайнер есть, рекламный, да, здесь все написано. Московская область электросталия со 2 по 5 июня. Есть все сайты mohockey.ru. Это, я так понимаю, для заказа билетов в том числе, да? Да, можно и билеты заказать, и узнать информацию. И полное расписание. Здесь указана группа А, группа Б, и 2, 3, 4, 5, все по днем, все расписано. Время. Удобные с 11 примерно матчей начинаются с 10 и до 16 приблизительно. Наша команда играет все игры вечером. Это специально для того, что смогли наши граждане поработать и отправиться. Игорь, расскажите о болельщиках. Какие болельщики приходят? Это интеллектуалы, это какие-то озорники. Кто приходит на стадионы? У каждого клуба, у каждой карманды формируется свой пул болельщиков. Мне, например, нравятся болельщики из Барнаула и Санкт-Петербурга, которые очень активно болеют, привлекают пиротехнику. Вам нравится тогда, что применяют пиротехнику? Ну, есть определенный дополнительный стимул, адреналин. Мы как-то играли на Еврокубке в Голландии, в Роттердаме, и играли против бельгийской команды Драгонс. И полная трибуна зрителей была с флайерами. Такое ощущение, как будто ты на другой планете находишься. Ну, страшно. И когда мы тоже будем это как бы чувствовать. Болельщики «Динамо» и «Электростали» — это какие люди, да? У нас гораздо скромнее, так сказать. В основном это родители, дети, воспитанники наши из Подмосковья. Близлежащие у нас в Московской области достаточно активно развиваются. Хоккей на траве, особенно в Восточном Подмосковье. Города Черноголовка, Павловский Посад, Ногинск, «Электросталь», «Королев» — молодцы. И я думаю, болельщики и их родители, дети подъедут. И это основная масса наших болельщиков. Слушайте, вы 35 лет, по-моему, занимаетесь уже этим видом спорта. 25. 25. Как он попал в вашу жизнь? Как так это, да? Ой, такой вопрос очень интересный. Я сам футболист. Вот так, тем более. Клюшку взял уже, будучи преподавателем в институте. С эндорхоккеем познакомился еще, когда работал со сборными СССР. Это хоккей в зале. Да, да, мы начали с более простого, более доступного вида хоккея на траве. Эндорхоккея в зале, потому что не было полей, не было искусственных полей. Но мы начали в зале, через два года уже вышли на большое поле, на искусственную резину. И потихонечку, потихонечку. Но можно сказать, что вы один из основоположников этого вида спорта в нашей стране? Нет, так и говорить нельзя. Вот эндорхоккея, да, а вот хоккей на траве имеет глубокие традиции. Он отметил свое 100-летнее олимпийское существование. Он откуда вообще? Была информация, что из Индии, но вроде не из Индии. Как? Разные источники, разные полезные ископаемые. Но наша задача сделать так, чтобы он стал истинно российским видом спорта. А это достигается только победами и проведением матчей в нашей стране. Друзья, мы обязательно продолжим общаться с нашим гостем, обязательно продолжим разговор о хоккее на траве, об эндорхоккее, о предстоящем чемпионате. Так что оставайтесь с нами, поблизости у нас музыкальная пауза. Мы говорим до скорой встречи, друзья. Так называется следующий музыкальный номер нашей программы, группа «Звери», Роман Билок. Ну а потом вернемся о «Спорт. Ты мир» не забывайте, оставайтесь рядом. Вчерашний вечер, из-под воротни, на вся согласен, спасаться нечем. И я охотник, и я опасен, и очень скоро, и еще минута, и доверяю. И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи Ты чинька-пестик, любовь научит, совсем не пошла. Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная, моя сквозная, до скорой встречи. До скорой встречи До скорой встречи Моя любовь к тебе навечно До скорой встречи До скорой встречи До скорой встречи До скорой встречи Моя любовь к тебе навечно До скорой встречи До скорой встречи Моя love story, короче, ночи Смотрю на время И без понта мотает счетчик Такси на север И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер Моя смешная, моя родная До скорой встречи До скорой встречи, до скорой встречи Моя любовь к тебе навечно До скорой встречи До скорой встречи До скорой встречи, до скорой встречи Моя любовь к тебе навечно До скорой встречи До скорой встречи Друзья, и снова мы общаемся с нашим гостем Игорь Шишков Главный тренер хоккейного клуба «Динамо Электросталь» Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» Член комитета соревнований Европейской Федерации Хоккея Заслуженный тренер России Со 2 по 5 июня в «Электростале» пройдет розыгрыш Кубка европейских чемпионов Трофи по хоккею на траве Восемь клубов из семи европейских стран сойдутся на одном поле Мы говорим с нашим гостем Мы говорим о том, как же появился хоккей на траве в его жизни Человек, будучи увлекающийся футболом очень серьезно Да, так получилось Я занимался преподавательской работой в Институте физической культуры И нас попросили на кафедре футбола и хоккея Немножко помочь новому виду спорта Хоккей на траве Он получил развитие очень интересное в 80-м году Который, кстати говоря, прям маленькое отступление Является на самом деле старше, чем хоккей с клюшкой на льду Да, с шайбой Ну, вернемся к началу, наверное, да? Очень уникальное событие произошло в 80-м году Когда Советский Союз получил право проведения Олимпийских игр Так вот, одно из условий участия в Олимпийских играх Индии Было включение в программу Олимпийских игр женского хоккея на траве И Инди Рогандина стояла перед Леонидом Ильичом Чтобы обязательно включили Меня до сих пор борьба вольная Вспоминает плохим словом хоккей на траве Потому что они претендовали на это место в программе Олимпиад А нельзя было расширить? Нельзя было Или-или И вот женский хоккей появился в 80-м году А мужской гораздо раньше, в 1908 году Первые Олимпийские игры, в котором принял участие хоккей на траве Вот такая история Ну а вы-то как в итоге оказались в этом виде спорта? Ну вот, научная бригада попросили заниматься со сборной России по хоккей на траве Мы вот так и увидели этот вид спорта, кстати, женский И потихонечку в него как бы влюбились, тем более это женский был Это был красивый спорт Красивый, да И остается им Да, есть определенные элементы эротики Когда девушки в коротких юбках бегают И причем разные комбинации, разные там ситуации возникают Зритель обязательно отмечает Столько очков иногда добавили хоккей на траве Да, да, да У меня вопрос по поводу клюшек Почему вот такая есть традиция, такое правило У клюшки только одна рабочая сторона Как так пошло? Этот вопрос, Роман, не только вы мне задаете Это постоянный вопрос Но это история Это история играть одной стороной клюшки Потому что, чтобы сыграть с другой стороны Нужно левой рукой развернуть клюшку на 180 градусов А время уже упущено И быстрота движения левой руки Она во многом прямо пропорциональна технике игрока Но это уже так, детали научные В общем, все левши, да Добро пожаловать в приоритете Я хочу вот что узнать, Игорь Расскажите, пожалуйста А кто идет играть в хоккей на траве? Бывшие хоккеисты Люди, у которых не удалось сделать карьеру на льду Идут на траву Или футболисты чаще всего Или кальфисты Как становится, да? Это было давно Когда мы переманивались других видов спорта Все-таки было так Это было давно Сейчас Мы имеем право на самоопределение И к нам приходят уже направленно играть в хоккей на траве С трех лет даже записываются Но мы не записываем Потому что очень рано тоже нельзя Сложный координационный вид спорта Требует определенных навыков И поэтому мы рекомендуем детишкам Если у вас есть свои дети Обязательно отдавать сначала в плавание Гимнастику А потом уже только к нам Зимой как соревнуются хоккеисты и тренируются? Ну, зимой мы уходим в более комфортные условия Потому что на снегу бегать нельзя Сами понимаете, на льду тоже Мы занимаемся хоккеем на траве в закрытых помещениях Но там есть газон, трава? Нет, это ровное покрытие Или деревянное, или синтетическое Зал обычная Площадка гонбольная 20 на 40 метров Мы занимаемся эндорхоккеем А ваша трава отличается чем-то от травы футболистов? Да, у футбола гораздо выше трава Длинный ворс По пояс? Да, у них не такое требование к ровности поверхности, как у нас У нас ворс максимум 12 миллиметров И мячик должен ровно-ровно катиться, не подпрыгивая Слушайте, у вас действительно гольф Очень похоже на гольф А вот исторически как-то, может быть, приходили к вам ребята из гольфа Или уходили потом от вас в гольф? Как это было? Вы знаете, Роман, у меня таких сведений нет, честно Отслеживать каждого невозможно, да Не могу сказать вам Но это элитный вид спорта Хоккей на траве Считается престижным занятием хоккеем на траве Какие-то комбинации вы как тренер устраиваете? Как в шахматах, например Как это все происходит? Да, больше комбинаций мы моделируем в эндорхоккее Потому что там замкнутое пространство 20 на 40, еще бортики есть по бокам От которых можно предугадать отскок Можно играть, да? Как в бильярде вы видите, да, мячики отскок Примерно в эндорхоккее так же В хоккее на траве больше импровизации Больше свободы действий И сказывается уровень техники игрока Это, конечно, более талантливые ребята Более подвижные, более интеллектуально одаренные Какие команды сейчас прям являются самыми сильными в хоккее на траве? Вот такие вот лидеры непобедимые практически Вы знаете, фаворитами всю жизнь были индусы и пакистанцы Индия вообще в книге рекордов Гиннеса Она 12-кратный олимпийский чемпион Ни одна из команд по игровым видам спорта Не удавалось добиться таких результатов Но сейчас все перевернулось на голову И у нас последний олимпийский чемпион У ребят сборной Аргентины Никогда в жизни не выигрывавший Олимпийское золото стало олимпийским чемпионом А там есть такое, что может быть там в основном индусы играют в этой сборной, нет? Нет, нет Индусы уже сдали свои позиции Не растут, наверное, да? Вот они как-то привыкли Нет, они растут в меру своих возможностей Появляются ли какие-то новые фишки, какие-то новые техники? Как-то развивает этот вид спорта? Или вот все то, что уже было придумано много лет назад На том и живем, что называется Развивается, совершенствуется И клюшка, совершенствуется и покрытие И сейчас развитие хоккея направлено в сторону коммерциализации Создана очень интересная индийская лига Которая проходит ровно один раз в месяц Ровно месяц идет в Индии С очень большим призовым фондом Приглашаются лучшие игроки со всего мира Оплачивается все Гонорары, переезды, ну все И многие европейские игроки Ну и австралийцы, и аргентинцы Хотят попасть в эту лигу Поучаствовать в этом коммерческом соревновании Естественно вопрос Будет ли Индия участвовать в розыгрыше Кубка европейских чемпионов Трофи по хоккей на траве в Электростале? Европейских трофи Александра Наверняка они будут в сборных других стран Представлены, эти национальности Я думаю, что мы увидим и индусов, и пакистанцев Тем более они уже приезжали к нам в Электросталь На наш стадион К нам приезжали со всего мира Команды национальной сборной Но не за горами К нам увидите Друзья, мы продолжим общение К нам приехал, точнее прилетел Валерий Сюткин Осьмечас, половина первой, семь тысяч над землей Гул турбин, обрывки сна За окном, облаками белыми, лежит пейзаж ночной А над ним летит луна Тайное движение в небе без конца Вижу отражение твоего лица Ты далеко от меня За пеленой другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес Скорей тебя обнять За окном, небо все темнее Спит автопилот Там внизу, наверное, дождь Ночь длинна, но еще длиннее Путь, как долг мой полет В те места, где ты живешь Тайное движение в небе без конца Вижу отражение твоего лица Ты далеко от меня За пеленой другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес Скорей тебя обнять И разогнав крылом туман И разогнав крылом туман И разогнав крылом туман Ты далеко от меня За пеленой другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес Скорей тебя обнять Ты далеко от меня За пеленой другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес Скорей тебя обнять Слушай, смотри Страна ФМ Друзья, пока он доступен Игорь Шишков Очень скоро будет заниматься хоккеем Потому что начнется важное мероприятие Ну а пока он здесь в эфире Телерадиоканала Страна ФМ Заслуженный тренер России Он и сейчас им занимается Рома, надо сказать, что мы-то говорим-то тоже О хоккее на траве Итак, друзья, с 2 по 5 июня В электростале пройдет розыгрыш Кубка европейских чемпионов Трофи по хоккею на траве Семь европейских стран Восемь клубов Клубная история Какие клубы Россию представляют? Александра и Роман Спасибо большое, что еще раз пригласили в студию Да, этот турнир для нас знаковый И чтобы получить его Провести в России Потребовалось очень много усилий Потому что на проведение этого турнира Претендовало Финансовых? Всяких И Шотландия, и Австрия, и Белоруссия Но Россия получила это право И я очень рад, честно Я думаю, все наши поклонники хоккей на траве Сумеют воочию увидеть прелесть нашего вида спорта Вот участвуют 8 команд Из Австрии 2 команды участвуют Потому что это такой турнир Он рейтинговый турнир Основной турнир Европейской хоккейной лиги Лига чемпионов И чтобы участвовать в основной сетке Вот команды, например, наша команда вице-чемпион страны Получила право участвовать в этом Кубке Трофи Нам нужно набрать рейтинговые очки Первое место 10 очков Второе 8, 6 и так далее Для страны, чтобы получить путевку Для второй команды участвовать в основной сетке Европейской хоккейной лиги Лиги чемпионов Поэтому вот такой у нас турнир Серьезный очень Из основных конкурентов наших на турнире Это, конечно, австрийская команда С.В. Арминен Атлетик Хоккей Теннис Клаб Шотландская команда Очень интересная, кстати Команда представляет лучший клуб Европы Сложное название Серьезные затерики, да Чехи неплохая команда Швейцарцы Темная лошадка Ротвайс Веттинген Ну, и наши коллеги Минский клуб Тоже сильные ребята Ребята, наши друзья Друг другом На поле все забывают о дружбе Друзья, наши дорогие слушатели и зрители Если у вас есть вопросы какие-то Успевайте еще их задать Напишите нам в WhatsApp Viber 8909-928-189-9 Друзья, мне бы хотелось вот что спросить Дети, насколько они, ну, когда играют У них же короче получаются матчи, да Как это вот? Да, есть определенное правило Для всех возрастов и размер площадок Например, для маленьких детей 10-11 лет у нас предусмотрена половина поля И неполные составы Чуть постарше уже уходят на 3 четверти поля Поле у нас разбито на четверти То есть просто моделька такая поля получается Да, моделька Все сектора, все соблюдается А в эндор-хоккее команда не 11, как в полном А 5 поля, великолепная пятерка и вратарь Со скольки лет приходят заниматься, обучаться хоккею на траве? Ну, приходят очень рано, но мы, я уже говорил Разворачиваете, да? Разворачиваете, пока не получат необходимые навыки В быстроте, в координации, в ловкости, в гибкости У нас очень сложный коррекционный вид спорта И поэтому, ну, с 6 лет самые оптимальные Мы уже как бы готовы взять, рассматривать И если вы не любите сражения на поле, ну, в смысле, мордобой, например, как это бывает в хоккее с шайбой Здесь такого не бывает Здесь все интеллигентно, культурно, по-спортивному, правильно? Да, в хоккее на траве исключены силовые приемы, удары и любая опасная игра Даже замах рукой судья может расценить, как удаление игрока, спортивное поведение Как удар ниже пояса А вот можно такой вопрос задать еще? Например, родители, они очень хотят, чтобы их ребенок занимался серьезно, дальнейшем профессионально, видом спорта каким-то Но решить еще не могут То ли это будет футбол, то ли это будет хоккей, то ли это будет хоккей на траве У вас есть какие-то вот доводы, какие-то слова, благодаря которым, ну, да, человек примет решение, что действительно лучше всего хоккей на траве? Что, как убеждаете вы? Ну, во-первых, любой игровой вид спорта я бы рекомендовал для ребят в первую очередь Но, чувствуя, что девушки тоже стремятся к коллективным действиям, спрос не уменьшается Девчонок очень много приходит в хоккей на траве И статистика по России говорит о том, что женским хоккеем на траве в России занимается больше, чем мужским Там, наверное, костюмчики красивые, я так понимаю Ну, чем я могу привлечь? Могу сказать, что это травма, безопасный вид спорта Есть травмы, но не в таком И даже нет у игроков никаких этих щитов, ни шлема, шлем только у... Голень защищается, как у футболистов Потому что, ну, бывает, попадает в мячик, но таких серьезных травм, ударь, там, не знаю, ну, нету таких вот силовых приемов И они исключены правилами И все правила... То есть, клубы будут целы... Капу, капу на всякий случай можно Нужно одевать, да, капу обязательно Вот особенно детишкам Ну, я бы сказал, что это интеллектуальный вид спорта Это не только мое мнение Мы говорили о левшах, да? И левая рука, конечно, больше принимает участие в работе с клюшкой Поэтому в какой-то степени больше развивается правое полушарие коры головного мозга Что придает дополнительных, как бы, шевелений в сером веществе Как это важно, чтобы вот это шевеление было активно Друзья, со 2 по 5 июня в электростаре розыгрыш крупка европейских чемпионов трофе по хоккею на траве Если у вас есть возможность, вы, конечно, обязательно отправляйтесь Потому что впервые в России чемпионат такого уровня проводится Это, конечно, будет зрелищно, ярко, интересно, красиво Спрашивайте билеты, приобретайте их Но если вдруг по каким-то причинам вы не можете, вы один день пропустите, не страшно Вы можете посмотреть трансляцию, да, Игорь? Расскажем, где? Да, конечно, конечно Где будут трансляции проходить? Телевизионный интернет-канал в спорте.ру Прямо скромненько набирайте www.sporte.ru Все трансляции будут в онлайн-режиме Причем очень прекрасная графика, я прорекламирую ребят Мы с ними уже давно сотрудничаем И мы только с ними работаем Комментатор есть во время трансляции? Комментатор будет Но мы бы хотели строить кастинг небольшой Если кто из желающих поучаствовать в комментариях, мы всегда откликнемся Обращайтесь Обращайтесь, примем, пригласим Друзья, продолжим общение У нас музыкальная пауза, группа «Серебро» Постараясь не упасть Я тебя сожму в руки Один сделать шаг дай Тихо-тихо без фраз Буду медленно я ждать Там где-то в уголке И если бы не знать Этот непростой отказ Пройдет Я буду верить в лучшее Пройдет Я буду мимо случая Пройдет Мы были небесучие И магнитами меня Ты подтянешь, обещай Один долгий твой взгляд Только-только отдай И пластинка знакомая До боли, но не моя И если бы не знать Наш холодный первый май Пройдет Я буду верить в лучшее Пройдет Мы были небесучие Пройдет Я буду мимо случая Пройдет Мы были небесучие Друзья, не забывайте Заниматься спортом Но если вы хотите Еще и заниматься Интеллектуальным развитием Выбирайте хоккей на траве И ничего страшного Если вы всю жизнь В общем-то не так сильно Плотно дружили со спортом Вот как и Рома Возможно И не возьмут, конечно Сборную России И вы не сможете участвовать Вот в Кубке Европейских чемпионов Трофи по каким-то траве Но есть любительские команды Правильно я говорю? Да, есть и любительские Есть любительские команды Полупрофессиональные Куда вас, возможно, возьмут Вот Ром собирается Одно из таких Но в Динамо Электросталь Да, не попаду уже Да Мы узнаем, что только в Москве Целых 4 клуба Ну и в Подмосковье есть И, конечно Сердцем хоккея на траве В ближайшее время Со 2 по 5 июня Станет город Электросталь Где и состоится Розыгрыш Кубка Европейских чемпионов Трофи по хоккею на траве Игорь, у вас дети Занимаются ли спортом Под названием хоккей на траве? Ну-ка расскажите нам Или эндор-хоккеем Да И тем и тем Мы такой границы не проводим Между хоккеем на траве И эндор-хоккеем Потому что зимой Мы по-любому занимаемся эндор-хоккеем Получается, что игроки одни и те же И там и там Да Вот оно что Как удобненько Очень удобненько Круглый год поддерживать форму Да, у меня старший сын Занимался хоккеем на траве Эндор-хоккеем Даже был призером Чемпионата Европы по эндор-хоккею Входил в состав Юношеской сборной России По хоккею на траве Сейчас он бизнесмен Играет в траву В эндор-хоккей иногда Но больше в хоккей с шайбой Как-то позабыл Средний у меня тоже играл В хоккей на траве Но не пошло у него это дело Дочка тоже пробовала Не пошло Ну, может быть, пока не пошло Она уже взрослая Ваши тренерские цели Они какие? Мы к чему стремимся? Главное Самое амбициозное Это олимпийские игры Олимпийский вид спорта Мы все спим и видим Чтобы наши сборные Участвовали в олимпийских играх Хотя бы участвовали Попасть в этот пул Сильнейших топ-12 Для нас, конечно, задача номер один И мы сейчас направленно Работаем в этом направлении И федерация хоккея на траве И наш хоккейный центр Московской области Который представляет клуб Входит в структуру которого Мы ставим максимальные задачи Делегировать в состав сборных команд Количество наших игроков И чтобы сборная достигла Самых высоких результатов спортивных Ну, а в эндор-хоккее У нас же и так очень хорошие позиции Да, в эндор-хоккее У нас позиции очень хорошие Мы были чемпионами Европы Были вице-чемпионами Европы Вот так! И в четвертой на чемпионате мира Кстати, чемпионат мира будет С 7 по 11 февраля 2018 года в Берлине Зрелище незабываемое Если у кого-то шанс появится туда Поехать Приезжайте, поболейте за сборную России Здорово! Спасибо! Есть ли какая-то кричалка у хоккейного клуба «Динамо» «Электросталь» какая-то такая любимая? Может быть, какой-то лозунг? Речевка Я не помню Кричат очень многое Кричат У нас даже гимн клуба есть Профессионально записанный Очень хороший Надеюсь, в следующий раз я его привезу Вы его покруте Очень красивый клип «Вперед Динамо» называется Как вы настраиваете игроков перед матчем? В частности, перед чемпионатом, который начнется Есть какая-то у вас тренерская настройка? Есть стратегия, есть тактика Стратегическая подготовка уже давно идет Потому что это главное событие для нашего клуба в году Более такая в недалеком будущем тактика Но это уже игры с нашим соперником по чемпионатам страны Мы отрабатываем свои схемы, комбинации Настраиваем определенно И опять же я говорю на установке Что все, что мы сейчас играем в чемпионате Ради того, чтобы выступить на Кубке Трофе Это лицо страны на международном уровне Тот уровень, ради которого мы работаем Стремимся показать свой уровень И сравнить его с уровнем других команд Ну и вот они уже выходят на поле Вы что им говорите вслед? Ну последние слова Это уже такой легкий прессинг психологического воздействия Чтобы ребята думали только об игре Только об установке Слова какие? Помогать друг другу Вперед! Не ругаться там Вперед! Ну такие вот Какие-то ритуалы Сокровенные есть определенные ритуальные Ну и я стараюсь не одни и те же слова говорить Стараюсь их разнообразить Какой еще творческий подход очень интересный Ну а так вот ребята должны с определенной ноги вступить на поле Это интимный вопрос Строго индивидуально Ну да, то есть сейчас остальные команды тоже начнут так делать Хотя может и правильно пусть делают И будут у них похуже результаты Игорь, спасибо вам огромное Вот давайте еще раз всем напомним Со 2 по 5 июня В Электростале на обновленном поле компании Политан Пройдет розыгрыш Кубка европейских чемпионов трофи По хоккею на траве Впервые в России состоится этот чемпионат 8 клубов из 7 европейских стран Сойдутся в Электростале Красивые ребята с клюшками Трансляция будет Трансляция будет поле красивое, голубое Такое же, как в Рио-де-Жанейро Мы, конечно, искренне желаем Великолепная картинка Победы, победы, еще раз победы Игорь, в вашем деле И нашим ребятам Передайте, пожалуйста, нежайший поклон Если у нас будет возможность Мы обязательно явимся И будем вас еще ждать у нас в эфире Кстати, могу раскрыть секрет Слушайте обязательно И смотрите телерадиоканал Страна ФМ Потому что у нас в ближайшее время Как обещал Игорь Будут подарки, розыгрыши Тех самых классных клюшек А еще раньше у нас будет в эфире Один из поклонников Хоккея на траве Через несколько, буквально секунд Владимир Шахрин Который лидер группы ЧАЙ Группа ЧАЙ В продолжении нашего музыкального эфира И нам рассказал Игорь Что Владимир является фанатом Игры на траве В хоккее на траве И дружба большая Скоро отправитесь в Екатеринбург Да, мы 25-го летаем в Екатеринбург На очередные игры чемпионата страны И Володя обязательно придет на наши игры И не будет зайти И обязательно от страны ФМ Передам низкий поклон Спасибо Игорь Шишков, друзья Заслуженный тренер России Спасибо